Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, с вами Карина. Сегодня я хотела бы показать вам кое-что из моих новинок одежды. Это уже зимняя одежда, как ни странно, потому что у меня обычно идет все такое более как-то осенне-весеннее, потому что у нас, в принципе, позволяет погода. Но я все-таки решила тоже утеплиться, и сегодня я вам покажу несколько свитеров. И следующее в моем видео тоже будет, скорее всего, тоже зимние покупки, такие уютные свитера, уютные вещи. Так что, если вам это интересно, то продолжайте смотреть. Итак, данный заказ у меня будет с сайта Росгал, и, кстати, у них идет, да, я вас опять информирую насчет скидок. У них идет сейчас акция, посвященная Рождеству, Новому году. Акция продлится до 1 января. Если вы хотите получить скидки при заказе от определенной суммы до определенной суммы, то есть смотрите всю информацию в инфобоксе, можете получить 3 доллара скидку, 6 долларов скидку, 9 долларов скидку. Код вы сейчас тоже видите на экране, который вам даст как раз-таки вот эту вот скидку. Также скидки на самом сайте в разделе «Все, что касается Рождества». Ссылочку я вам, конечно, оставлю в инфобоксе под видео. Там очень много различных товаров для украшения дома, различных свитшотов, пижам. Вот именно касаемо Рождества. Очень классные, крутые товары на самом деле. Итак, всю информацию, да, опять же в инфобоксе. И давайте начинаем. Первое, что я вам хотела бы показать, это свитер вот такого красивого, просто фиалкового цвета. Свитер идет в одном размере здесь, то есть ни M, ни S. Это просто one size идет. Фиалковый такой oversize. Рукава немного похожа на рукава летучая мышь, то есть очень красиво смотрится, он очень объемный и в то же время настолько мягкий, что в него прям так и хочется укутаться и сидеть, не вылезая из него, сидеть где-нибудь в кровати, попивая горячий чай или шоколад. То есть у меня вот такие ассоциации с ним. Как можно миксовать этот свитер? Можно с обычными джинсами, с любыми штанишками, с юбкой короткой, длинной. Можно этот свитер заправить в юбку, будь то короткая юбка, будь то длинная юбка, либо надеть поверх длинной юбки, как это сейчас очень модно, и поверх прицепить пояс, например, да, вот с двумя пряжками, как вариант. Либо просто длинный ремень, чтобы свисал один конец ремня. Будет тоже очень красиво смотреться. Мне кажется, такой цвет, он подходит абсолютно всем, потому что достаточно универсальный такой пастельный тон. Так что очень его советую. Никаких ниток, абсолютно не торчит, все красиво сделано, я его уже постирала, стирку перенес, и все вот следующие вещи, стирку перенесли все свитера. Да, просто безупречно. Ну и, конечно же, девочки, все ссылочки на все вещи я оставлю, опять же, в инфобоксе под видео. Так что разворачивайте и переходите по ссылкам, если вас что-то заинтересовало. Ну и следующий свитерок, это тоже, опять же, такого пастельного цвета, цвет конфетти, да, наверное, давайте так я их назову, цвета конфетти у меня. Пудрово-розово-персиковый цвет, я даже не могу его описать, да, это такой персиково-нюдовый, пудровый, в общем, красивый между... Кстати, вот немного похож на мою толстовку, но он немного более персиковый. Связка классная, такое вот горло тоже очень интересное, то есть горло вроде как и закрыто, и вроде как это не совсем гольф. Абсолютно простой, опять же, можно сочетать с любыми вещами, можно носить его на выпуск, можно его заправить в штаны, либо в юбку. Немного расклешенные рукава, рукава они немного удлиненные, так же, как и сам свитер, ну, в общем, тоже сейчас на мне посмотрите, и вы тогда все поймете. Девочки, следующий свитер такой красивого небесно-голубого оттенка, очень нежный оттенок, и там присутствует серая нить, то есть она как бы, ну, внутри вот этой вязки, да, серая нить, серая и немного белая. В общем, замечательно это все смотрится, очень кажется такая богатая как будто бы вязка, здесь даже спереди есть небольшой рисунок, то есть как это все связано. Рукава обычные, то есть они не расширяются, они просто узенькие рукава, и свитер книзу немного такой свободноватый, то есть и, ну, немного как бы сужается. То есть вот так вот это все выглядит, в общем-то очень простой, но он тоже достаточно теплый, я в нем уже ходила, он очень хорошо держит тепло, то есть вообще абсолютно не продувает его, и очень приятен к телу, тоже постирала, не сел, в принципе довольна тоже этим приобретением. Последняя вещь из свитеров именно в этом заказе у меня была, это вот такая красивая розово-персиковая, но уже поярче цвет, чем предыдущая вам показывала, такая, ну, свитер-блузка, да, я могу сказать, потому что вот именно из-за ее модели. Здесь рукава с валанами, с валанами у меня уже есть свитер один, но тот более плотный, этот более как бы летящий, и есть небольшие декоративные черные ленточки, которые завязываются как раз-таки на рукавах, и смотрится просто потрясающе, очень женственно смотрится эта кофточка, она достаточно тонкая, почти что просвечивает, но если вы одеваете туда бюстгальтер, например, телесного цвета, то его, конечно же, видно не будет, белый, либо черный я вам не советую, потому что все-таки будет просвечивать, а вот именно телесный цвет будет классно смотреться. А здесь идет V-образный вырез, достаточно глубокий, но, конечно же, не супер глубокий, но достаточно глубокий, и есть такая декоративная деталь, что как будто бы эта кофта на запахе, но она на самом деле прошита, так что смотрится просто потрясающе, и еще как вариант, мне кажется, можно его носить наоборот, вот то есть обратной стороной, то есть чтобы горлышко было закрыто, да, вот здесь спереди, а сзади на спинке, чтобы был вырез, тоже как вариант, потому что когда мне пришла эта кофта, я сначала не поняла этой стороной, либо этой стороной, залезла опять же на сайт Rosgal, и посмотрела, как они предлагают, то есть на фотографии, и оно как бы вот таким образом носится, но как вариант, мне кажется, и таким полувырезом, полукругом, да, вперед тоже можно надеть без проблем, так что тоже на мне посмотрите, я просто влюбилась в этот свитер, тоже очень мягкий, напоминает чем-то ангору. Со свитерами я разобралась, все показала вам, хотела показать вам кое-что из аксессуаров, и одну пару обуви, которые опять же у меня были с этим заказом, а тоже на фотографиях в инстаграм я уже выставляла одну фотографию, когда я уже одевала вот эти вот бадфорты, они не супервысокие, сейчас фотографии тоже вставлю, если вы, кстати, за мной в инстаграм еще не следите, то подписывайтесь обязательно, Карина Папак, он также называется, как и мой канал. В сплошной подошве они достаточно тонкие, то есть у меня есть повыше немного бадфорты, тоже черные, они вот именно как ботинки, то есть более грубые. Эти они, знаете, ощущение, как будто это туфли без каблуков, но просто вот с таким голенищем высоким. Голенище, кстати, внутри подклад есть, и он немного утепленный, внутри там, если честно, внутри, кстати, там ничего, никакого утепления нет, а именно вот где голенище, он утепленный, потому что здесь чулок, это достаточно такой тонкий, да, я бы сказала, если бы не было утеплителя. А сзади идут какие-то вот три, ну такие как шармика небольшие, блестящие, ну то есть так мило смотрятся достаточно. Вниз я одевала, вниз я одеваю, например, гольфы черные, которые чуть-чуть повыше, чем вот эти вот сапоги, и смотрятся классно с юбочкой, с короткой, с длинной, то есть, ну такие, знаете, как более ежедневные, наверное. Ну хотя можно и на выход куда-то одеть. Кстати, вот мне в них очень удобно, размер взяла 37, у меня, если русский размер смотреть, у меня 36, если европейский 37, то есть я взяла себе тоже 37, и мне, ну хорошо подошел, то есть в любом случае берите на размер запасом, то есть на размер побольше, если вы берете обувь. Следующее несколько таких мелочевки, да, то, что я тоже заказывала, это первые очки, здесь идет такая светлая омбре, как право, да, светлые стекла, коричневые, переходящие в светлые, то есть такой переход достаточно, но они более светлые, нежели у меня вот, которые я сейчас вам покажу, которые у меня есть. Форма вот такая, то есть подходит как и парням, так и девушкам, в принципе, очень универсальная, но они мне немного широковаты, то есть если на лице смотреть, они мне чуть-чуть шире. Почему я говорю, что они шире? Потому что у меня есть, в принципе, такие же, да, ну по крайней мере они очень похожие очки, эти я покупала у нас в Греции, они точно так же все выполнены, единственное, они немного потемнее, и они немного поуже. То есть если эти, они цветом более коричневые, в такой желтый переходе, да, вот даже вот стекла, эти более черные, как бы, ну тоже в коричневые переходят, но они немного темнее и уже, поэтому я вот эти ношу, а эти, к сожалению, небольшие. Хотела показать вам сережки, как вы знаете, сережки, кисточки, всякие большие, ну какие-то объемные, да, массивные украшения, сейчас опять же очень популярные, и сережки, кисточки особенно, я, кстати, в H&M видела тоже такие, ну какие-то подобные, да, были, тоже переходящие от более бордовый, сиреневый, какой-то, ну не сиреневый, такой более розоватый цвет, и в персиковый, то есть небольшой переход, кисточки поближе, вы тоже сейчас все посмотрите, они выполнены в виде гвоздиков, и смотрятся тоже очень красиво, ну, конечно же, не на каждый день, а именно куда-то на выход. Ну и последнее, то, что я вам хотела показать в этом видео, это браслеты, здесь у меня набор состоящих из трех браслетов, то есть желтый, желтое золото, такое розовое золото, и серебристый, серебристый я уже показывала, опять же в инстаграм, сочетала с часами Дэниел Веллингтон, с браслетами, вот именно серебристый, у меня есть также золотые часы Дэниел Веллингтон, то есть таким, с золотым ремешком, то есть у меня вот этот подойдет, либо можно носить их все вместе, но не сочетать уже с часами, потому что это будет уже перебор, а если, например, на одной руке часы, на другой браслетике, будет красиво смотреться. Здесь еще также на этих браслетах висят небольшие такие по одному шармику, то есть на каждом браслете здесь и ключик, и какая-то бусина, и опять какой-то музыкальный ключ, ну, в общем, ну, не знаю, мне кажется, по отдельности они лучше смотрятся, нежели вместе. И еще один браслет, который у меня тоже большой оказался, это такой металлический, здесь какой-то ананас, и не знаю, бусина, в общем, очень тонкий, но он у меня большой, поэтому носить я его не буду, ну, а так он, в принципе, выглядит очень мило, единственное, если его согнуть, но он мне все равно большой, то есть я его пыталась уменьшить, так что, да, но это так, мелочи. Ну, вот и все мои покупки были для сегодняшнего видео, то, что я хотела вам показать. Еще раз хочу вам повторить, что код для скидки именно на новогоднюю акцию, которая будет на сайте Росгал, вы найдете в инфобоксе под видео, так что я оставлю там ссылочку, ссылочки, опять же, на все вещи, которые я вам сейчас показала, вы найдете также в инфобоксе. И если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте мне пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока и до новых встреч! До новых встреч!